Снова всем привет! Вот такого бобренка будем сегодня валять. Как-то так получилось, что я за всю историю наваляла уже целое семейство бобровое, а ни одного мастер-класса как сделать бобренка нет. Вот и справляемся. Сегодня валяем маленького бобренка. Все начинается по-прежнему. Шерсть. Разные виды. Это гребенная лента. Она такими пряними вытягивается. Ее надо расчесывать, чтобы начать валять специальной щеткой или руками. Перепутываем волокна. Вот такой комочек, такая лента, это 20 грамм. Это к тому, что спрашивают, сколько у вас шерсти ушло. Ну вот такая лента, вот если ее свалять получится маленький теннисный шарик. Вот рассчитывайте, сколько у вас шерсти может уйти на ваше изделие. Это все гребенная лента разных цветов, которые нам понадобятся при валянии. Вот. А эта карта чёс. Она похожа на вату. Такие волокна. Их не надо не расчесывать, просто складываем и иголочкой уваливаем. Ну вот этой щеточкой я пользуюсь. Это щетка для котов. Котов расчесывать. Ну удобно ей шерсть эту расчесывать. Может она не очень профессиональная, но удобно, нравится. Ну вот так расчесываем и валяем потом колобочки, чтобы шерсть хорошо перепутывалась мир с собой. Ну вот иголочки. Разные номера, то есть они одни грубые, тонкие, толстые. Каждая игла на каждой операции подходит. Такие упаковочки, которые продаются в магазине. Как всегда начинаем с грубой иглы номер 36. Вот такая упаковка. Там написано толстая игла номер 36. Она работает вот по такому пушку, который еще не уваленный, который совершенно совершенно рыхлый, мягкий. Игла легко проходит насквозь. И в это время все равно уже начинают цеплять иголочками. Аккуратно пальчики поколите, потому что иглы очень острые. Вот следующее. Когда уже вы уваляете немножечко свое изделие поплотнее, толстая игла просто не будет работать. Она не войдет в этот колобок. Вот 38 номер, средняя, средняя толщина. Не очень хорошо заметно. Тут у меня видео не очень показывает. Но они разной толщины и разной длины иголочки. Вот 38 тонкая. Это вот 38 номер. Они универсальные иголочки. Ими можно работать очень много, операции выполнять. Так 40 тонкие. Это уже финишная иголочка, которая ведет отделку. То есть мы уваливаем какую-то игрушку свою. И самая последняя операция, когда финишная отделка, мы тоненькой иголочкой часто-часто много-много уколов. Делаем, забиваем все дырочки, все ямочки. Так 40 тонкая. Обратная игла. Тоже очень интересная иголочка. Она выдергивает все, что мы заваляли, уваляли, валяли. Она видите, она вытягивает, потому что у нее зубчики на иголке в обратную сторону. Она и называется обратная игла. Нам понадобится какая-то проволока. Но у меня вот есть такой вариант. Это я уже немножко лапочку сделала. Любая тонкая проволока, которая более-менее держит структуру и легко работать с ней. Гель. Это клей прозрачный в момент. Щеточка нам пригодится причесать потом. Ну и ножнички. Вот есть такая еще подложка. Это щетка специально для валяния. Укладываем на нее любую шерсть. Вот и она так уваливается хорошо. Ну начинаем. Как всегда начинаем. Начесываем. Делаем большой объем. Ну примерно бобренок у нас получается сантиметров 18 в высоту. И у него шерсть она неоднородна. Она не бежевая, не коричневая. Поэтому мы будем добавлять несколько слоев, друг на друга наложенных. Вот видите мы уваливаем 36 номером. Рыхлая очень шерсть. Вот такой колобочек. Он еще очень мягкий. На него еще добавляем. Это мы делаем сейчас туловище. Вот я начесала, еще добавила, еще буду добавлять. Эта история долгая. Несколько слоев будет. За счет этого у нас и получается плотность уже изделия. Он вот плотненький, толстенький, тверденький бобренок. И получается объем. То есть мы размер увеличиваем за счет того, что мы все время добавляем слой шерсти. Равномерно по всей, по всей форме. Но мне надо, чтобы у вобренка была попа, животик, немножко горбик сзади. Видите все, что мы собирали в кучу, оно вот так увалялось таким яичком. Шерсть конечно уваливается очень здорово. Вот это я показываю, что тут у нас попа должна быть. Тут спереди еще бы этот животик. Ну вот это туловище. Сейчас я на него буду накладывать слой коричневой шерсти. Когда мы будем выдергивать обратно иглой шерсти, делать ворс, вы поймете, почему я делаю вот такими слоями. У нас получится разноцветный, пестрый, почти натуральная, бобровая шерсть. Ну в какой-то момент у меня там видео не все так слои будут показаны. Темно-серая шерсть, бежевая, светло-серая шерсть. Я буду накладывать и за счет этого увеличиваю. Ну и форму изделия делаю. То есть где-то окорочка у него там раздадутся, где-то щеки пошире станут. Это все за счет того, что я каждый раз вот так накладываю шерсть. И иногда в некоторых местах этой шерсти побольше. Ну вот это туловище. Таким же образом я делала голубого. То есть голова у нас вот такая же. Мы ее сюда прикладываем. Два яичка. Ну может быть туловище чуть-чуть побольше. Хотя я не стремилась делать больше. Они должны были быть одинаковыми. В общем это ваша фантазия. Всегда фантазируйте. Не делайте так вот слепо. Прям вот вижу и это делаю. Делайте то, что вам хочется. Ну так немножко сутулого делаю, потому что он такой у нас. С широкой попой, с широкими щеками. Немножко горбатенький. Ну вот пока все уваливали. Сформировали небольшую мордочку. Хотя она у него не так остро будет. Еще щеки мы ему тут наваляем. Голова небольшая. Впереди нос конечно будет выдвинутый. Но он немножко не такой острый. Вот обозначили немножко места глаз. Хотя это еще не окончательная глазница. Но чтобы потом не потеряться. Потому что сейчас мы будем накладывать шерсть еще несколько раз. Вот видите он маленький пока еще. А нам надо в два раза больше. Так ну займемся мелкими деталями. Кардачес. Вот такую лапку. Просто из проволоки согнула три пальчика. Лапка мягкая. Эта проволока мягкая, поэтому она гнется легко. И на кончике нанесла клей, чтобы немножко закрепить, задержать шерсть. Кардачес очень рыхлый. Он так легко сползает с проволоки. Его надо как-то прикрепить немножко. Вот клей помогает. Вот я валяю на войлочном коврике. У меня их даже два тут сложены. Видите, я его даже один порезаю уже. Вот они такие большие. Это чистые. Новые еще коврики. Белые. Они из войлока. И вот такой коричневый у меня есть. Вообще это подстилки для бани. Я в банном магазине их покупаю. Но для работы мне очень нравится. Это я сама придумала такую вещь. Удобнее, чем все остальные поролоновые губки. Не проваливаются плотненькие. И мягкая игла входит и выходит. Но вот кардачес он такой ветерыхлый. На коврике остается очень много шерсти черной. Поэтому иногда шерсть приходится уже вот. Именно на этом коврике я делаю только черный кардачес. Кардачес черный. Потому что новый коврик следующий возьмешь. Естественно он уже будет вот таким испачканным черным. Ну вот точно так же. Вот мы ее уваливали. Нам нужно три пальчика. И снова все эти вот изделия мы будем тоже покрывать разным цветом. Но только черные вот эти пальчики у нас останутся такими. Но еще к этим вот пальчикам еще добавлю. То есть я сделаю такие рельефные бугорки. У него пальчики острые и с кокотками у бобра. Поэтому сейчас мы сделаем окорочка из коричневой шерсти. Коричневая шерсть гребенная. Мы ее начесываем. И вот эти лапочки, которые у нас пальчики, они сейчас обозначены. Я потом добавлю снова сверху кардачес. И сделаю такие рубчики. Вот они ведь. Ножка уже готова, но не увалена еще. Ну вот примерно так. Но опять же увеличится в размере сам бобр, бобренок. И за счет новых накладок шерсти увеличатся и лапочки. Пальчики конечно останутся, они немножко подрастут. Вот. Еще не увалены, еще рыхлые у меня эти ножки и ручки. Но делаются они все одинаково. Мы делаем сначала лапочку вот так. Передняя лапка без каркаса. На передней лапке я не делала никакой проволоки. Она просто у него прижимается к туловищу и лежит на животике. Кардачес уваливается очень легко и очень быстро. Его надо немножко больше шерсти, чем обыкновенной гребенной ленты. Ну такая у него структура. Он очень уваливается. Из него можно делать основу. То есть вот первоначальную форму, заготовку можно делать из кардачеса. Из него легко очень структурировать какую-то деталь. Ну вот это ушки. Небольшие два клочка из кардачеса опять черного. И иголочкой делаем две пуговки. Они небольшие ушки. Небольшие такие таблеточки. С небольшим углублением в серединке. На черной шерсти незаметно фигурки этих ушек. Они немножко такими круглыми таблетками. И углубление внутри. Сразу делаем... Ну вот это я взяла автомат иголочки. Там пять-семь иголочек закреплены в серединке. И они... Во-первых, ручка удобна. В руке удобно, легко держать. Видите, маленькие такие ушки. Вот. Это хвост. Тоже кардачес. Его легко свернуть. Я просто сложила, какой формы мне нужно. Хвост у бобра лопатой такой. Мы его уваливаем сразу толстым, плотным. Ну, не очень толстым, но плотным очень таким. Ой, такой лопаткой. Опять же этой автоматом иголкой. Они за счет того, что мы закреплены вместе и там футлярчики, нажимаешь, и они работают. Потом они туда прячутся, обратно в этот футляр. То есть они не травмоопасные, удобные. И за счет того, что там пять-семь иголок, разное количество бывает, быстрее проходит процесс. Ну вот одной иголочкой это так. Подравниваешь тут что-то, где-то какую-то фигурку. Этим хорошо уваливать. И делаем очень плотную такую прям фанерку. Ну, как всегда, во всех этих файликах я показываю не до конца все операции. Ну вот мы уже тут черно-темно-серая шерсть на коричневой. Немножко увеличилась форма. Вот. Просто набросала. Вернусь к тому, что я не показываю досконально каждую операцию. Вот начала делать. Понятно, да? Как понятно? Понятно, как сделать. Понятно, что сейчас будет. Потому что если все снимать от начала до конца, мы с вами тут будем сутки сидеть. Ну вот я так набирала шерсть по всему туловищу, везде раскладывала. Вы видите, совершенно неуваленная. Просто прикрепляла. Немножко сзади побольше будем накладывать. После этого я буду делать еще светло-серую. Там кусочек лежит. Светло-серую шерсть. Где-то местами еще небольшие кусочки цветной шерсти. Желтоватой, рыжеватой. Это будет немножко на животе, на голове. Сзади на спине я сделаю немножко черной шерсти. Потому что у нас получается цвет бобрины шкуры очень пестрый. Вот ножки я тоже, видите, все обняла серой, темно-серой шерсти. Вот так они будут прикреплены. За счет вот этих вот краев, неуваленных, они будут закреплены. Вот сюда. Я все это туловище, всю эту фигурку сейчас уваляю плотненько. и потом прикреплю все ножки, ручки и сверху накрою светло-серой шерстью. Вот оно, пожалуйста. Нос. Нос это просто кусочек темной шерсти. Вот я его сваляла сразу на месте. Вот видите, там темная шерсть у меня. Сверху я опять же накидала этой светлости шерсти. На затылке уже добавила больше. На боках добавила побольше. И на щеках очень много добавила. Вот эти щеки появились какие. Глазки я сохранила, туда провалились. Вот здесь будут зубки. Вот все места соединения, которые у меня были, хвоста, лапок, что-то там неровно, все это накрылось шерстью. Вот сейчас задача, всю эту шерсть увалять. иголочка номер. Вот такой цвет примерно на шкурке будет. Как этот войлок. Вот. И всю шкурку, все изделие мы уваливаем. 38-я игла. Сначала средняя. потом она будет потоньше. Но это я пытаюсь показать обратную иглу. Рановато, конечно. Видите, она выдергивает иглу. Потом посмотрите, когда уже в общем будет. Сейчас надо все это увалять. Потому что совершенно неуваленная, совершенно еще не готова форма. Но поняли. Голова наверху, она маленькая должна быть. Ушки торчат, маленькие. круглый, крупный затылок. Он немножко опущен. Не от макушки подальше. Широкие, толстые щеки. Нос можно сделать большой, можно нет. Большой это получается немножко милашный вид такой. Поэтому делает близко глазки и большой нос. Бобренок получается маленьким и симпатичным. Ну, при том, как вы хотите, какую мордочку получить взрослого бобра или маленького бобренка симпатичного. Это все играйте вот именно вот эти вот нос и две точечки глаз. Где у вас глаза будут, от этого зависит выражение морды. Ну, вот это у меня репетиция была. Из войлока сделать белое окаймление глаз. Но мне не понравилось. Поэтому мы все это отложим. Вот видите, у меня уваленная заготовка. Носик еще не до конца сделан, но просто приваленный кусок шерсти. И вот это я уже шерсть выдернула обратной иглой, о которой я говорила, которая делает порс. Все, что я уваляла, все, что я туда притоптала. Вот игла обратная. она это все сейчас выдергивает. Но у нас же там несколько слоев разного цвета, поэтому у меня и выдергиваются. Где-то рыжие, где-то серые, где-то черные, светло-серые, иногда рыжеватые. В общем, вы можете разноцветную игрушку сделать, какую вам нравится. Вот. Вот так же, как долго я уваливала это все, одновременно пытаясь сделать уже какую-то форму, уже от этого уже не уйдешь, он уже сформирован, у него уже выражение морды есть. Сейчас это все, ну вот носик я попробовала сделать из шерсти и решила оставить, потому что можно, конечно, заготовку сделать кожаную, можно готовый пластмассовый нос, но я решила из шерсти сделать. Вот, сейчас подровняю немножко ноздри это обыкновенной иглой. Так, зубы, я на них не остановилась, потому что можно делать из глины, но я что-то упростила этот вариант. Вот еще глазки приложили на иголочку, сейчас мы примерили их. Вот. Вот так примерно. Вот, да? милашный вид такой. Так вот, зубы я вырезала эти зубки вот из этого белого войлока. Ну, просто форму зубов сделала бобринных и приклеила. То есть, тут нисколько не парилась, не думала, какие зубы. Хотя, тоже продают бобровые пластмассовые зубы. Так, один глаз, вот она вся шерсть, вся фигура у меня начесана. Ворс торчит в разные стороны, фигурка лохматая. Примерно сантиметра два-три ворс этот торчит длиной. Он еще не оформлен, не сформирован, еще никакой прически. Ну, видите, он весь лохматый. Все, ни одного местечка не осталось, где бы я ворс не выдернула. Поберу весь лохматый. Ну, вот, белую шерсть взяла, делаю окантовочку вокруг глаза. сейчас приклею глаз и глазик черненький обыкновенный пластмассовый на обыкновенный клей. Вот, и сейчас я иголочкой этот белый белок окантовку эту сделаю тоненькой беленькой полоской. Один глаз я уже уравняла, сделала, да, чтобы видно было и чтобы время ваше не тратить. Ну, конечно, надо аккуратненько делать одинаково. два глаза, если они будут в разные стороны смотреть, разные это окантовки белой шерстью, то смешно будет выглядеть. Ну, вот так, аккуратненько все это там поуже, надо еще немножко увалять. Это все уваливается уже тоненькой иголочкой номер 40, либо тоненькой иголочкой 38. То есть игла на отделке работает тонкая. Вот, единственное, что, да, шерсть не выдернута, ворс, вот именно тут на глазнице. Видите, да, там гладкая шерсть. Но потом постепенно мы это припушим. У нас не будет такого, таких подглазников или надглазников. Вот. Тоже с глазками тут все не быстро, потому что надо ровненько сделать. Иголочкой туда уваливаем шерсть и по кругу, и по кругу, все по кругу. так, лапки я уже добавляла там кардасчезы черного. Они уже немножко побольше стали пальчики. Но, заметили, да, из них когти торчат. Мы еще вернемся к когтям. Ну, вот, это щетка. Щетка обыкновенная зубная щетка. Лучше жесткая, удобно расчесывать. Просто расчесывайте, прям вот сильно расчесываете, чтобы шерсть легла. Все, что лишнее останется на щетке, это можно выбросить. Я вообще-то эту шерсть не выбрасываю. Я ее сваливаю, она потом куда-то идет на основу. Ну, вот, приваляли, причесали, что-то не нравится иголочкой, поправляем. Даже в таком случае, если у вас что-то тут вдруг разные щеки получились. Одна худая, другая толстая. Не бойтесь, добавляйте снова шерсть и повторяйте, уваливайте, обратно расчесывайте, выдергивайте. То есть, чем удобно эта шерсть ошибся, легко исправить. Ну, вот, все, что лишнее торчит, все, что некрасиво, он как парикмахерской. Делаем укладочку. Лишнее обрезали, все, что торчит некрасиво, убрали. Ну, у бобра шерсть же так, она длинная, она лежит вдоль туловища, она разноцветная, разная, пестрая, поэтому вы сейчас щеткой делаете ему укладку без вена. Ну, вот так, лапочками, ручками. Такой, немножко молодой, еще маленький, но уже слегка сердитый, надоела ему уже вся эта процедура. Вот так, ничего, немножко поживет, потерпит. Вот, лишнее возле ушей убираем шерсть, потому что ушки закрывают не очень хорошо. Глазницы тоже немножко потом еще подергаем этим обратной игой сороковой, чтобы они не так торчали темно. Ну, вот тут попробуем подать. Вот, я показываю, что тут какоточки у него есть, пальчик подставляю. Вот, и тут у меня пальчики я сделаю порельефнее и пошире немножко, чем изначально. передние остались как были, а нижние я сделала пошире. Вот они когти, да, узнаете. Обыкновенные скрабики, они крепкие, они толстые, они не ломаются, поэтому на готовые пальчики я просто разрезаю вот так вот, действие продушив, клееные у меня, но я вам показываю. Я делаю разрез, мажу клеем эти коготочки и вставляю туда и все иголочкой забиваю, обратно иголочкой уваливаю, приваливаю. Вот и получились такие лапки. Когти очень острые, крепкие, прям как настоящие. Ну вот, сделаем еще усы, потому что у бобров усы большие. Иголочку надо взять большую, чтобы можно было вот так ее проткнуть насквозь морду. У меня не очень это большая, можно еще длиннее сделать. Раньше такая игла называлась цыганская, не знаю, как сейчас, но это вот в моем детстве я помню такую иглу. Она длинная, сантиметров 8-10 бывает. Вот она очень удобная. У меня где-то тут позаимствовали ее домашнее, для домашних работ. Поэтому я сейчас работаю, вот видите, усы делаю из обыкновенной рыболовецкой лески. Не очень хорошо ее выровняла вообще когда ее с катушки сматываешь, ее можно опустить в кипяток и тут же быстро вытянуть. В руках прям растягиваете, она буквально секунд 10, она становится прямой, ровной. И тогда можно делать усы любой длины. Наверное, длинновато я сделала, но можно обрезать еще. Вот, можно добавить, можно сделать вот не 4, как у меня, с каждой стороны. Можно сделать 8, 10, он еще смешнее. Вот, небольшой иголочкой я вот этот вход и выход у усов прикалываю клеем, чтобы они хоть немножко задержались, иначе выдернется. Вот, и получается усатый бобер лохматый. Ну, осталось сейчас немножечко еще почесать его и подстричь. Может быть, даже и не подстричь, на мордочке посмотреть. Вот, то, что у нас тут воткнули, помяли, можно обратной иглой снова повыдергивать шерсть, сделать ему прическу, укладку. Вот, все подровняли. Ну, и хорош парень. Может, голубенький шарфик, можно вот такой. Ну, это вяжете по вашему усмотрению. Можете просто какую-то трикотажную ленточку, шелковый бантик, платочек шелковый, панаму сверху, да что хотите, то и делайте. Это ваше изделие, ваша фантазия, ваше творчество. Чем больше вы его любите, тем больше будут любить его другие. Ну, вот, похож на бобренка, да? И вообще странно, у меня разъехали эти бобрята по всей стране и нет ни одного мастер-класса. Удивилась сама себе. Удачи вам, спасибо за терпение, за внимание. Заглядывайте на мой мастер-класс. Ну, такой фонарик или корзинка, не знаю, что у меня получилось. Привязала я его, потом привяжу на ниточку. Вперед, бобренок! Пока ты у меня без заказа, сидишь дома. Но, я думаю, найдется у тебя, мама, очень быстро. Пока-пока! Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok